Мои дорогие студенты, подписчики, пациенты, вы всегда спрашиваете, почему у Ольги Ивановны у всех смотрите кровь в микроскоп? И зачем нам это нужно? Сегодня это вообще у нас самая актуальная тема, ребята. Это микрофлора, которая успевает приспосабливаться ко всем изменившимся условиям, как внешним, так и внутренним нашего организма. Поэтому давайте посмотрим. Мы только сейчас взяли кровь у нашего пациента и сразу же мы можем сделать те выводы, которые актуальны для того, чтобы провести правильное, корректное лечение и для того, чтобы у нас был результат. Микроскопия помогает работать на результат. Смотрим, что же здесь в данном случае у нашего пациента мы можем сделать и что мы видим в микроскоп. Итак, мы видим с вами, сразу бросаются в глаза вот эти кругленькие шарики. Кругленькие шарики это мицелий, это у нас кандида, которая находится в состоянии замершим. Мицелий мы не увидели, слава богу, у данного пациента, но мы увидели то, что у нас идет процесс избыточного количества кандиды, дрожжевого грибка, который у всех есть. Это условно-патогенная микрофлора, но она не должна у нас превалировать над другими и не должна нам давать симптоматику поражения грибкового в теле. Это обязательно кожные проявления, это обязательно проявления в желудочно-кишечном тракте. Значит, мы уже говорим о том, что нам нужно работать по восстановлению микробиома кишечника и прежде всего противогрибковая терапия, устранение дискинезии желчевыводящих путей, для того, чтобы у нас с первой минуты не показывалось вот так вот мне сейчас остановиться, вот в этом кусочке, да, и в этом кусочке мы с вами видим, что у нас кроме этих кругляшков, которые мы с вами встречали, потому что мы сейчас находимся за компьютером, мы видим, что здесь много бегающих бактерий. У всех ли есть бегающие бактерии? Да, они в разном количестве у всех, поэтому если они условно-патогенные, они не вызывают никакого заболевания. А здесь мы добавляем их к грибковой микрофлоре, которая у нас вместе дает метаболиты, продукты жизнедеятельности микрофлоры. Или, как я говорю, они же без памперсов тут бегают. Куда же деваются продукты их жизнедеятельности? Организм будет выводить их на слизистые оболочки и будет выводить их на кожу. Поэтому, корректируя работу слизистых желудочно-кишечного тракта, мы говорим, раз, ребята, вот опять у нас имеются шары кандиды, пока у нас с вами будет синдром повышенной проницаемости слизистых кишечника, и микрофлора будет попадать в кровь, она у нас будет идти либо на слизистые, либо на кожу. И вот здесь мы видим клетка, которая называется иммунная. Это как раз та, которая должна отрегулировать численность бегающих, как бактерий, так и грибов. Если она стоит, мы говорим, что данному пациенту необходимо отработать подвижность клеток в периферических капиллярах. Конечно же, растирание. Растирание тела позволяет настроить на движение нашу активность, повысить иммунные системы, настроить каждую клеточку на работу. И тогда бы мы вот этих ребят видели в меньшем количестве. Ну-ка еще передвинемся на другую позицию нашего осмотра. И мы видим уже здесь эритроцит. Ух ты, кристаллик мочевой кислоты. А вы сейчас спрашиваете, откуда кристаллы мочевой кислоты, куда они деваются. Они у нас, находясь в кровотоке, будут постепенно организмом выводиться на периферию нашего тела. То есть начнутся изменения периферических суставчиков. Поэтому остеофиты, уплотнение, затвердение, это вот то, что мы поймали с вами в периферическом кровотоке. Значит, добавляем достаточное количество воды, убираем дискинезию желчеводящих путей, растирание тела добавляем однозначно. И мы тогда с вами не будем иметь их конгломерацию, их затвердение, их уплотнение, которые входят в том числе в различные кисты и опухоли. Еще мы посмотрим с вами, что тут интересного можно найти у нашего пациента. Здесь мы видим эозинофил, клетка, которая у нас показывает, вот посмотрите, какое движение интересно, если мы можем бы придвинуть вот сюда, насколько у нас активное движение идет здесь именно в иммунной клетке, потому что в иммунной клетке находятся ферменты, которые и должны переварить. Почему у нас эозинофилы увеличиваются при аллергии? Потому что эта их работа должна быть выполнена в виде очищения плазмы от микрофлоры, потому что эта микрофлора даст нам метаболиты. И вот эти имеющиеся пузыречки в этой иммунной клетке, они содержат ферменты, которые самые сильные в нашем организме. И эти клетки способны на многое, поддерживая наш баланс в теле, то есть не приводя нас к дисбактериозу или дисбиозу, как мы сейчас говорим. И вот еще одно замечание к этим красивым эритроцитам. Эритроциты в принципе красивые, но когда они у нас начинают слабеть, посмотрите, вот у нас уже кандида, спора ее садится на эритроцит. Вот кругляшок залез на эритроцит, что он там делает? Ну как всему нужно питание, так вот он у нас и залез, эритроцит. И вот мы еще увидели вот такие выпячивания, я называю это эритроцит-лимончик. Эритроциты-лимончики в том случае, если у нас быстрое выпадание нити фибрина идет, если мы присмотримся к плазме, то мы тут заметим нити фибрина, которыми и питаются у нас бактерии. Все, что мы не переварили, съедят наши друзья. Все, что мы добавили в меню витаминов, минералов, завтрак, так сказать, для нашей микрофлоры, то ребята съедят, размножатся. И вот мы видим нити фибрина, да? Вот еще немножко микроскопом покрутим микровинтиком, да? Вот мы их увидели, нити фибрина. Нити фибрина показывают нам на то, что у нас свертываемость повышена. И значит, мы обязаны изменить концентрацию белков. Вот эти белки у нас показывают, что есть проблемы нет переваренных белков, и есть проблема белков воспаления. Видите, сколько информации в одном, в пятиминутном просмотре крови. Кто хочет, доктора, садятся за микроскоп, а мы проводим курсы ближайшие уже на днях. Звоните в наш центр, узнавайте, как можно попасть к специалисту, потому что все специалисты у нас проводят микроскопию внутренних средств, и как можно записаться на мои курсы. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok